Добрый день, сегодня анбоксинг. Перед нами коробочка от компании Lanolin. Как обычно, без опознавательных знаков, есть она чуть покрупнее, чем у других головоломок. Если открыть, то можно увидеть такую вот головоломку в форме октаэдра. Называется Scub Diamond. Купил я ее уже очень давно, наверное, больше года назад. Купил за компанию, приняв за шейп-мод какого-нибудь кубика 2х2. Хотел уже записывать видео с распаковкой. Открыл, проверил, как оно что, и перемешал. Но это оказалось не 2х2. Это оказался Scub. Да, сразу это не распознал и сразу и не собрал. То есть, в тот момент я с шейп-модами Scub'ов особо не дружил. Единственное, 200 Scub'ов. Но что-то у меня вот не получилось. Я его в таком несобранном виде отложил и благополучно про него забыл. И такой перемешанный этот Scub Diamond лежал очень долго. Но как-то раз меня попросили научить собирать вот эту головоломку. Я повторил ту же ошибку. Взял с собой этот Octaider. Ну, Face Touring Octaedron FTO. Взял клонку с собой на соревнования. Думал, что это шейп-мод трешки. Сразу не собрал. И там уже начал разбираться. В итоге я выпустил обучающее видео по этому Octaedron. И потом уже вспомнил про этот. Тоже Octaedron. Много общего. Но, как видно, на порядок меньше. В основе вот этого Octaedron тоже лежит Scub. Ну, здесь слоев побольше. И собирается и подольше, и поинтереснее. Хотя не очень сложно. Я вспомнил про Scub Diamant. И, применив те же принципы сборки, что и здесь, сразу его собрал. Проведем параллели с обычным Scub. Мы видим, что вот эти вот одноцветные элементы, это на самом деле углы. Углы Scub. Их четыре с этой стороны и четыре с этой стороны. Ну, а вот этих вот четырехцветных элементов у Octaedron FTO 6, это как раз центры. То есть, у Scub они одноцветные. У Octaedron четырехцветные. Соответственно, здесь одноцветные углы. Ну, а здесь углы трехцветные. И нетрудно догадаться, что можно собрать Scub Diamant как Scub. Ну, в конце только применить некий алгоритм для разворота вот этих вот многоцветных центров. Ну, и я собираю по-другому. Да, вот так вот, если посмотреть, то вроде вращается верхний слой, вроде вращается правый слой. Можно подумать, что это действительно два на два. Здесь можно даже делать пиф-папы. Но, если присмотреться, то вот эти вот элементы лишние. То есть, это как бы и похоже на два на два, но есть и лишние элементы. Если еще присмотреться, если убрать вот это за углы, то их всего три. Ну, не два на два это. Это настоящий Scub. Причем головолка вращается достаточно хорошо. Здесь такие вот подшипнички. Да, громко. Ночью не пособираешь. На уроке тоже. Но вращается достаточно комфортно. Я на днях еще раз вспомнил про Scub Diamant и решил записать там обучающее видео, анбоксинг. И открутил на нем почти 100 сборок. То есть, в среднее время меньше 20 секунд можно легко держать. Ну, а всего лишь мы сначала собираем не одноцветные углы, а наоборот четырехцветные центры. В этом оказался весь секрет более оптимального способа решения. Собираем одну сторону. Если повезет, собираем вторую сторону. Ну, хотя бы вот эти четырехцветные элементы. И потом нехитрыми алгоритмами просто переставляем оставшиеся центры. В данном случае. И все. Ну, алгоритм можно максимум до четырех раз делать. Если совсем не удачная высшая ситуация. И вот вся головоломка. Сам октайдры по себе значительно крупнее Scub'а. И, соответственно, тяжелее. Ну, это, наверное, одна из тех головоломок, которые можно было бы собирать на скорость. То есть, даже уже в том виде, что предлагает Lan Lan, это вполне стабильная головоломка. Но если какие-то другие производители сделают механизмы еще лучше, то это пойдет головоломке только на пользу. А так, достаточно простая головоломка. Важно только понимать, что это Scub'а. Хотя, метод сборки, которым пользуюсь я, он не совсем для Scub'ов. Ну, поскольку он позволяет игнорировать ориентацию вот этих углов. И все хорошо собирается. Рекомендую головоломку. Рекомендую поломать самостоятельно голову над ней. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.